Последние дни перед демобилизацией обернулись для Степана новой мукой. Кругом все радовались, что скоро разъедутся по домам, хвастались друг перед другом красотой и верностью жен, хозяйской их хваткой, школьными успехами детей. Чтобы не обращать радости товарищей и своей раны не расстравлять, уходил Степан из казармы, часами бродил по глухим, безлюдным углам военного городка. Но от самого себя уйти было труднее. И Степан снова и снова вспоминал, перемалывал на неумолимых жерновах памяти самое свое тяжкое – последнюю встречу с родным селом. Летом 44-го года на пути из госпиталя в часть удалось Степану завернуть в Ольховку. Он сошел с поезда на ближнем к селу разъезде и, не встретив никого из знакомых, ни с кем не поговорив, зашагал по проселочной дороге, по твердым грудкам засохшей грязи. От медных сосен стеной валил густой смоленистый запах, как в старь бездумно пересвистывались синицы, и дятел стучал старательно, самозабвенно. Не верилось, что где-то в мире громыхала война. Чем ближе к Ольховке, тем торопливей шагал Степан. Он знал, что его никто не ждет. Отступающие немцы сожгли село, а жители, не успевших спрятаться в лесу, расстреляли в овраге за выгоном. Полегло там и все семейство Степана, жена и двое детей. Жену звали Катериной, мальчика Гришей, а девочку Нюрой. Одни лишь имена остались теперь у него. Степан знал все это из письма односельчан. Но сейчас в мирном щебечечем птицами лесу никак не верилось в гибель близких. Не могло этого быть. Просто не могло. И Степан шел все быстрее, почти бежал, будто спешил навстречу радости. В такт шагам болтался, надетый на одно плечо вещевой мешок, мягко толкал спину, поторапливал. Отступил от дороги молодой густой ельник, закрывающий горизонт. Степан припомнил, что с бугра его уже видно село. Он сбежал по Акасогору и лишь только высунулся из-за макушки бугра, тут же попятился. Села не было. Незнакомая пустая равнина лежала перед ним. И что-то разом упало, оборвалось Степане. Перед лицом этой чужой голой равнины надеяться было не на что. Странно спокойный, безучастный, бродил Степан по пепелищу, с трудом узнавая родимые места. Мощный, выше человеческого роста бурьян заклеснул обугленные остатки избы. Над жирно-зеленым хищным раздольем бурьяна, страшными памятниками порушенной мирной жизни, торчали непривычно высокие обнаженные трубы печей. Слабо пахло старым, невыветрившимся запахом гари. Неживая кладбищенская тишина стояла вокруг. Немногие уцелевшие жители Ольховки ютились в землянках и обвалившихся в блиндажах. Худенькая белобрысая девочка сидела на куче хворостов у входа в землянку. Босые ноги по щиколотку были покрыты черной пылью пожарища. Уткнувшись подбородком в острые и сцарапанные коленки, она со строгим любопытством смотрела на Степана. Больше чем надо видели на своем коротком веку эти широко распахнутые на жестокий мир глаза. И не выдержал Степан ее взгляда. Отвернулся. В центре села по бабье неумело размахивая топорами, пяток плотников в юбках тесали бревна. Обхладной венец очертил контур первого дома возрождающейся Ольховки. На неровно отесанных заусемцами бревнах густо высыпали зернистые капли смолы. От позабытого кисловатого запаха свежей щепы дрогнули ноздри Степана. Командовал бабами инвалид Савелий Иванов, старый дружок Степана. Председателем подземного сельсовета, отрекомендовался он. И неуместной показала Степану шутка неунывающего Савелия. Да и первая стройка не порадовала его. Своей яркой белизной она еще и резче выпячивала нежилую пустоту сожженного села. «На подворье своем был?» Спросил Савелий. «Нет еще». «Ну так пойди, посмотри». «И туда наведайся!» Он повел головой в сторону оврага и вдруг закричал. «Сходи, сходи, злей будешь, а то больно добрые мы!» И, придерживая протез рукой, быстро зло неумело заковылял к плотникам. Видать, не привык еще к своей деревяшке. Не сразу отыскал Степан свой двор. Буйные лопухи захлестнули родное пепелище, а на месте скотного сарая зеленой стеной стояла непролазная роща лебеды. Гремя упругими неподатливыми листьями лопухов, Степан медленно обошел вокруг печи. Из-под ног выскочила длинная, тощая кошка с выводком серых котят-дичков. Кошка грудью припала к земле. Котята перепуганно фыркая кинулись в лебеду. Один котенок запутался в лопухах, жалобно запищал. Хищно выгнувшись, не спуская со Степана узких горящих глаз, Кошка боком подкралась к котенку, схватила его зубами за загривок и пружинисто прыгнула вслед за котятами. Волна качнула темную заросль бурьяна, и мелкие серебристые с исподу листочки и лебеды долго еще шептались, тревожно и дико. Кошка показалась Степану знакомой. Такие же бурые пятна на боку и черная полоса вдоль спины была у котенка. С которым играл Гришутка. Он любил привязывать бумажку к его хвосту. Каменная плита приступок, что лежала у порога избы, уцелела. Степан устало опустился на плиту, провел рукой по шершавому надежному камню, машинально достал кесет. Он выкурил подряд три закрутки, прижигая одну, а другую. Глаза прикованно застыли на обомшелом углу плиты. Принести плиту к порогу свежесрубленной пятистенки уговорила Степана жена. Перед старым родительским домом Катерины лежала такая же плита. К речке, где Катерина облюбовала камень, они пошли уже поздно вечером. В тот день Степан пожадничал и не бросил работу, пока они не поставили все стропила. Новостройка, еще вчера незаметно издали, сразу подалась вверх и стала видна даже от берега речки. По дороге они все оборачивались, смотрели на дело рук своих и радовались, что изба выходит такая прочная и красивая, лучше всех соседних изм. Смешно шевеля губами, Катерина на пальцах считала, когда они справят новоселье, а Степан, дразня жену, советовал ей разуться и подзанять пальцев у ног. Камень оказался тяжелее, чем думала Катерина, но Степан проникся вдруг нетерпеливым желанием жены и решил нынче же перенести плиту к избе. Катерина тогда уже была беременна Грише, и Степан запретил ей браться за камень, но она украдкой за спиной мужа все-таки придерживала плиту одной рукой. Идти по прибрежному косогору обоим рядом было неудобно. Они часто оступались. Но почему-то им в тот вечер было особенно весело. Они много и беспричинно смеялись и донесли таки камень без отдыха до порога избы. Плита сразу же легла на свое место, как вкопанная. И ковылявший мимо дед Василек, общепризнанный знаток всех примет и заядлый любитель докладов о международном положении, сказал, что это к добру, избе не будет сноса, а молодым хозяевам предстоит долгая привольная жизнь. Плохим пророком оказался дед Василек. Степан сходил во враг за выгоном и долго стоял там в душной, недвижной тишине июльского полня перед невысоким расплывшимся холмом братской могилы. Но уже ничто не отозвалось в душе Степана, ничто не прибавилось к той муке, какая жила там. Видно, и самое лютое горе имеет свой предел. А вечером Степан забрел к деду Васильку. Тот пережил немцев и полицаев и теперь виноват осмотрел на Степана выцветшими белесыми глазами. Точно стыдился, что уцелел, когда столько молодых и здоровых погибло. Степан пил мутный для крепости сдобренной махоркой самогон и выпил много, но хмель не брал его, и тоска, тяжело ворочаясь, вгрызалась в душу все глубже и глубже. Дед Василек зажег коптилку, и низкая мокрая землянка нависла над Степаном. Ему почудилось вдруг, будто его заживо похоронили. Опрокидывая пустые бутылки, он бросился к выходу. Дед Василек еле настиг Степана на улице и, понимающий, глядя на перекошенное болью лицо, кинул ему на плечо вещевой мешок. Привычная тяжесть мешка напомнила Степану о марше, о фронте. Он рывком пожал ледяную руку Василька и, не разбирая дороги, зашагал прочь от ольховки. Уже под утро догнала Степана пустая телега. Серыми шарами катились низкорослые монгольские лошадки. Выложив протез вдоль грибня телеги и свесив здоровую ногу наружу, лошадьми правил председатель подземного сельсовета Савелий Иванов. «Садись, подвезу», – предложил он, ничуть не удивившись, словно заранее знал, что встретит Степана. Тот с сомнением посмотрел на невзрачных лошадок. «Ты не гляди, что конята мои мелкого масштабу», – заступился за свое тягло Савелий. «Селенкой их монгольский бог не обидел, а уж свирепые чистые тигры. Это они уже маленько обвыкли и меня зауважали, а по первости оторопи брала, в степях своих одичали до невозможности, так и кидаются на людей, прямо как псы сторожевые. Дед Василек сунулся раз, так чуть ухо ему не ликвидировали. Не жаловался вчера? Знать постеснялся фронтовика. «А уж хитрые дьяволы, прямо без переводчика все кумекают». Степан сел в телегу, лошадки недружелюбно покосились на него. «Куда оправишься?» – спросил Степан. «В район, насчет пилорамы. Сгоряча пообещали нам раму на три сельсовета, а теперь в кусты». «Ну да, не на таковских напали. Да и со школой пора решать. Сентябрь на носу. Для начала хотя бы один класс на все село». «Ты чего уставился?» – удивился Савелий и тут же сам догадался. «А, мне тоже по первости никакая работа на ум не шла. Все чудилось, вроде жизнь кончилась». «А теперь?» «Значит, продолжается жизнь?» – тихо спросил Степан. «А как же? Раз не убитые, мы с тобой будем жить. Так-то, друг Степа. Ты не думай, работать и с бабами можно. Они тут за войну такие курсы квалификации прошли. Какие нам с тобой и не снились? Любую мужскую работенку справят. На выставку не посылать, это точно, а так соответствует. Кончай войну и дуй к нам. Разделение труда с Варганем ты строить будешь, а я дефициты выколачивать. По сусекам и районным скрести с начальством цапаться. Мы тут с тобой, Степа, еще такую новую ольховку отгрохаем». «Вот-вот», – обиделся Степан, – «и ты тоже». «Ты о чем?» «Все о том же. Что-то больно много нынче развелось таких мужиков. Жизнь задом наперед запрягают. Уж чуть ли не до того договариваются. Спасибо немцам, что спалили наше старье паршивое. Мы теперь на том месте получше прежнего сладим. Так что ли? И ты туда же?» Савелий покосился на Степана, будто засомневался вдруг, тот ли это Степан, с которым они когда-то крепко дружили парнями. Бог его знает, что он там углядел, а только ухмыльнулся одобрительно. Похоже, ему даже интересно стало поближе сойтись с новым этим Степаном. С каким тому дело идет поднимать ему родную ольховку? «Это ты верно подметил», – посмеиваясь, охотно согласился Савелий. «Бывает и до такого непотребства договариваемся. Бывает. Ни в чем середки не знаем. Вот и заносит на поворот. А кое-кому и поперед других забежать хочется, чтобы там его бедолагу заметили». Он пустил палец штопором кверху. «А только и на самом-то деле, ежели строить, так уж получше прежнего, а?» Степан досадливо махнул рукой. «Ты сначала хоть сельсовет свой из-под земли вытащи. Это само собой. Вот добивай гитлерюгу и назад. Встречать будем чин-чинарем в доме с крылечком. Ты только не задерживайся там». Кажется, Савелий, не шутя, считал, что после того, как отчислили его из армии по ранению, так настоящая трудная война и тут же и кончилась. И на долю Степана осталась уже и не война вовсе, а так одни лишь пустяковые добитки. На разъезде они молча покурили. Савелий взгромоздился на телегу, половчей пристроил свою деревяшку и строго наказал Степана. «Давай в полной целости вертайся. Смотри, чтоб кругом справный был. Хватит тут нас колченогих да одноруких. Сохраняй себя в полном комплекте. Глупости моей не повторяй». Он сердито похлопал себя позвонкой сухой деревяшки и, разбирая уже нищенские свои вожжи, пошел на частичную уступку. «Главное, чтобы руки были целы. Руки пуще всего береги. Какой ты плотник без рук?» И, не оглядываясь больше, укатил на злых своих монгольских конятах. Степан Сутуля сидел на пне возле недостроенного батальонного спортгородка. Давно погаши от цигарка, забыто стыла в углу рта. «Вот ты где!» – сказал сержант Юра Бегвала, подходя к нему и пытливо заглядывая в глаза. «Скучаешь?» «Отдыхаю», – буркнул Степан. Юра сел на соседний пенек, очинил узким холодно блеснувшим ножом щепочку и стал ковырять ею в зубах. Степан подозрительно покосился на командира отделения. Прошлой зимой он вытащил раненого Бегваву из-под сильного минометного огня и с тех пор тот постоянно выказывал ему свою благодарность. Общительный абхазец страдал от того, что настоящей дружбы между ними никак не получалось. Степан часто замыкался в себе и подолгу молчал. В самое последнее время Степану начало казаться, что Юра что-то задумал и только выжидает удобного случая. Юра перехватил настороженный взгляд Степана и напрямик пошел к цели. «Знаешь что, Степа?» Робко и немного торжественно сказал он. «Едем к нам в Абхазию!» И, вдохновляясь молчанием Степана, Юра зазвеневшим вдруг голосом поведал, как неповторимо вкусен чистый горный воздух, как ласково плещется теплое море, как привольно живется на далекой его родине. Он соблазнял Степана обилием и добротностью виноградных вин собственного производства, сочными мандаринами, терпкой сладостью каких-то особенных груш, которые, презирая все другие края и земли, произрастают лишь в его Абхазии. Юра вошел в азарт. Горячо заблестели выпуклые черные глаза, ноздри раздувались, словно вдыхали уже родные запахи. «Едем, душа любезный!» Для полноты впечатления, нарочно коверкая язык, позвал он. «Не пожалеешь!» Снежинки заметно покрупнели и чаще замелькали в вечернем воздухе. Степан провел теплой рукой по застывшей щеке, вздернул воротник шинели. Юра зябко повел плечами, но из молодого щегольства воротник свой не поднял. «А солнце у нас какое горячее! Целый день жарит без устали! Знаешь, сколько оно выдает у нас калорий на каждого жителя?» При случае Юра любил показать свою ученость. «Миллион двести тысяч калорий!» Ты знаешь, каких калорий? Больших самых, что ни на есть больших. И не просто больших, а миллион двести тысяч больших абхазских калорий. И Юра хитро подмигнул Степану молодым веселым глазом. «Где будешь там работать, чудак человек? Да где твоя душа пожелает, туда и пойдешь. Хочешь в колхоз, хочешь на строительство, хочешь на железную дорогу, ведь ты же плотник!» «А это специально сейчас на весь золото. Будешь на песочке загорать, а тебя на перебой приглашать станут. Пожалуйста, к нам на работу, милости просим! Нет, к нам давайте! У нас вывеска на конторе красивее!» «Только выбирай!» «А знаешь, какие у нас девушки?» Юра зажмурился точно от сильного света. «Отдай все! Потом еще три раза отдай все, и мало будет!» «Это не для меня!» Сухо сказал Степан. И Юра пожалел, что заикнулся о женщинах. «А ехать с тобой я согласный!» Степан встал, отряхнул снег с шинели и пояснил Горько. «Мне все равно, куда ехать, лишь бы не домой!» Расторопный Юра занял в вагоне лучшие места. Получал сухой паек на станциях, ведрами таскал кипяток. Он предупреждал каждое желание Степана, так что тому оставалось лишь лежать на полке и смотреть в окно. «На юг! На юг!» четко выговаривали колеса. «На юг!» трубил паровоз. Дорога шла местами недавних боев вдоль линии фронта. Все станционные здания лежали в развалинах. Даже самые малые разъезды не уцелели. Будто проползло здесь тысячелапое чудище. Нелепо, жестоко и методически точно. Откосы густо пестрели исковерканными рельсами, раздавленными обгорелыми коробками вагонов. За окном проплывали заваленные снегом бесформенные груды взорванных зданий. Сились напомнить Степану родную ольховку, печные трубы тянули из сугробов длинные закопченные шеи. Упрямой человеческой неистребимостью веяло от наспех сколоченных убогих жилищ из обгорелых досок и ржавых кусков жести. Изредка маячили за окном новостройки. Молодым, незаношенным кумачом краснел свежий кирпич. На строительных лесах копошились рабочие, но Степану все чудилось, что работают они с прохладцей. Часто отрываются от дела, подолгу глазеют на эшелон с демобилизованными, не нужно, расспрашивают, есть ли в поезде Орловские, Курские, Харьковские. «Эй, люди!» — хотелось крикнуть Степану. «Это ж... что же это вы делаете? Нельзя нынче так работать!» Захлебываясь и негодуя, кричал паровоз перед закрытыми семафорами, спешил поскорей выбраться из опустошенного войной края. Колеса зло стучали на мерзлых стыках, спешили, спешили, не давали чего-то додумать и понять Степану. Он бессильно закрывал глаза, отдавался холодному металлическому грохоту колес, уверенным, знающим свое дело гудкам паровоза. Юра стал суетливым и непоседливым, будто бес вселился в него. На каждой остановке он выбегал из вагона, сновал по перрону, толкался на станционных базарах, помогал пассажирам таскать чемоданы и любезничал подряд со всеми молодыми спутницами. Вагон все больше набивалось его чернявых шумливых земляков. Юра пел с ними песни, дурачился. Степан с трудом верил, что этот легкомысленный парень еще недавно был его командиром. Они проехали районы немецкой оккупации, но долго еще попадались разбитые бомбами станционные здания, будто остановленное чудовище упрямо тянуло вперед свою лапу и сюда успело таки дотянуться. Дорога врезалась в горы, ныряла в туннели, редкими пятнами белел снег, заметно потеплело. Юра, как привязанный, торчал у окна, сделался молчаливым, подобранный, словно усиленно готовился к какой-то важной встрече. И однажды, когда Степан, свесившись с полки, провожал безучастными глазами скалистый косогор за окном, Юра вдруг закричал «Море!» Вагония сразу стала светлей, будто выпала боковая стена. Кругом загалдели, с верхних полок грохотом посыпались любопытные, горохом посыпались любопытные. Степан обернулся к противоположному окну, у которого стоял Юра, и впервые в жизни увидел море. Пустым простором размахнулось оно, насколько хватало глаз, и за нечетким горизонтом переходило в небо. Перемежаясь, вспыхивали и тут же гасли нетерпимо яркие солнечные блики. Кучерявая волна наступала на берег, силясь смыть хрупкую цепочку железнодорожного пути. У берега море было светло-зеленое, а подальше густело, набирало силу нерастворимый осень. Синяя-то манила, обещание неведомых сказочных стран жило в ней, и оторвать от нее глаза было трудно. Юра с горделивой, все понимающей улыбочкой, поглядывал на Степана, и вид у него был такой хвастливо важный, будто он собственноручно сотворил и раскрасил море. Сгинул снег с косогоров, за окном плыли кусты с прочной жирной зеленью в глинцевитых листьях. Частью обещанных заморских чудес мелькали строгие стрельчатые кипарисы, пахучий теплый ветер врывался в открытые окна вагона. Весной повеяло. Степан долго, дорезив глаза, глядел на море, а потом вдруг заснул легким, спокойным сном, какого не знал уже давно. Во сне он слышал, как любопытный морской ветерок хозяйски разгуливал по вагону, полоскал занавеску и щекотно играл волосами на его голове. На станции, где они сошли с поезда, Юру встречали отец с матерью и сестра Маница. Пока они обнимались, Степан смотрел в сторону и темно-бурым от махорочного дыма пальцем водил по стволу вокзального кипариса. Мать Юры, низенькая старушка с резкими смуглыми морщинами, приподнимаясь на цыпочки, целовала Юру в щеку и плакала счастливыми тихими слезами. Плакала тут же, как плакала когда-то и мать Степана, так же, как плакала когда-то и мать Степана, как плачут все матери на свете и как не привелось поплакать Катерине, ибо не выпало на ее долю горького материнского счастья провожать в дальний путь и встречать после долгой разлуки взрослых своих детей. Отец Юры не по годам стройный, сухой, весь словно прокаленный на жарком южном солнце, держался молодцом, разве только чаще, чем надо, разглаживал свои сизые с густой проседью усы. Юра подвел Степана к отцу. «Мой друг будет у нас жить». Торжественным, плавным движением старик приложил руку к груди, а потом протянул ее Степану. Тот побоялся по неведению напутать чужих обычаях и пожал руку с преувеличенной осторожностью, будто здоровался с хрупкой барышней. Старик остался невозмутим, а Юра хмыкнул. Вещи положили на короткую повозку с двумя высокими, широко расставленными колесами. В повозку была запряжена пара черных, страшноватых буйволов, которые вдруг показали Степану знакомыми. Видел когда-то в Гришуткиной книжке. Медлительные буйволы лениво потащили арбу по крутой каменистой дороге. Юра шел рядом с отцом и разговаривал с ним по-абхазски. Степан заметил, что речь Юры не поспевает за порывистыми его жестами. Он часто запинался, вставлял русские слова. Видно, отвык за четыре года разлуки от родного языка. Несколько раз было упомянуто его имя, и Степан догадался, что рассказывается о том, как он вытаскивал раненого Юру с поля боя. Старик слушал, наклонив ухо, коротко и важно кивал головой. Маница с почтительным любопытством поглядывала на Степана сбоку. От дома отец Юры сразу же повел Степана по всем комнатам и пристройкам, показал все свое хозяйство. Потом, когда показывать больше было уже нечего, он широким взмахом руки очертил круг и сказал, сначала на ломаном русском языке, а затем для большей прочности по-абхазски, «Здесь все твое. Друг моего сына, мой друг, будет кто нападать на тебя, умрем на пороге дома, а тебя не выдадим». Степан поблагодарил, хотя я не совсем понял, кто станет на него нападать, кому он здесь нужен. Но, видимо, такова была выработана еще века назад формула гостеприимства, а чужие обычаи Степан привык уважать. Юрия и Степану отвели угловую комнату, выходящую окнами в сад. Мандариновые деревья вплотную подступали к окнам, и когда ветер шевелил ветвями, мандарины стучали в окна мягкими желто-зелеными кулачками, словно просились в дом, а внизу за садом темнело море, днем и ночью глухо, неумолимо шумел прибой. И началась для Степана новая жизнь, праздная и ленивая. Они с Юрой ничего не делали, только спали и ели, пили виноградное вино и ходили в гости, где опять-таки их заставляли много есть и пить. Вино было незнакомое, коварное. Голова от него совсем не пьянела, но когда надо было встать из-за стола, ноги неожиданно отказывались служить. К апхазской кухне Степан тоже никак не мог привыкнуть, все было пересолено, переперчено, в неимоверных дозах сдобрено луком, чесноком и еще какими-то неведомыми едкими специями. За обедом во рту Степана горело, и слезы навертывались на глаза, но Юра тут же приходил ему на подмогу, подливал стакан вина и уверял, что еще немного, и Степан полюбит эти огненные кушани, и тогда его за уши от них не оттянешь. Степан с великим сомнением качал головой, и чтобы хоть самую малость унять невыносимое жжение во рту, отхлебывал из стакана и тайком от всех слегка приподнимался над стулом, проверяя, слушаются ли еще ноги, или уже стали чужими ватными. В доме Юры по всем комнатам, вазах и корзинах, на всех столах и подоконниках лежали яблоки, груши, мандарины, приторно-сахарная хурма, которую Степан сначала принимал за помидоры. Прочный многолетний запах фруктов пропитал все вещи в доме, и Степану чудилось, что старый шкаф пахнет грушей, а умывальник – лимоном. Ранним утром запахи были тоньше, острее, и не смешиваясь с прохладными родниковыми струйками, стояли в воздухе. В полудню нагретый воздух растворял все запахи, и они сливались в один густой пряный аромат. Фрукты Степана особенно не прельщали, зато грецкие орехи, любимые им с детства, пришлись по вкусу. Он малость стыдил со своей слабости мужику за 35, а он орешками балуется. Но, кажется, никто не видел в этом ничего предосудительного, да и вообще не замечал плетеной корзины с орехами. И только когда плетенка, стоящая в комнате, где Степан спал с Юрой, показала свое дно, кто-то в их отсутствии наполнил ее сызноном. Степан почему-то решил, что сделала это аммониться. Солнце стояло высоко, грело не по-зимнему жарко, сполна поставляя абхазской земле все обещанные Юрой калории. Степан как снял по приезде шинель, так больше ее и не надевал. Вокруг раскинулись благодатные курортные места. Здесь не видно было развалинок и пилищ, и бомбежка обошла этот край стороны. Но отгрохотавшая война сказывалась и здесь. Инвалидами, беспризорными детьми, понаехавшими сюда на зиму с север, скудными продовольственными карточками в городе, дороговизной на базаре, поизносившейся за годы войны одежонкой. Да и сама жизнь была здесь далеко не такая уж сытая и раздольная, как сгоряча показала Степану. Фруктов и вина было вдоволь, а всего остального в обрез. И старики частенько довольствовались лишь одной мамалыгой. Не потому, что так уж обожали ее, как опрометчиво решил был Степан, а просто потому, что ничего другого, кроме кукурузы, в запасе у них не было. В магазине Сельпо, куда однажды забрел Степан, свободно можно было купить лишь сапожную ваксу, карандаши и расчески. А чтобы не пустовали широкие довоенные полки, расторопный продавец набил их противогазами, неизвестно зачем завезенными сюда, и что-то, не находящими спроса у местного населения. Так и стояла она, противохимическая эта защита, в прочных брезентовых сумках, выстроившись, как на параде, и весь магазин смахивал на армейскую коптерку. Степан побаивался, что старики занимают продовольствие у соседей, чтобы прокормить двух здоровенных мужиков, и не ударить лицом в грязь перед ними, перед ним, гостям. По всему, видать, они готовы были разориться, лишь бы только как-нибудь ненароком не нарушить древний кавказский закон гостеприимства. В воскресенье старик с Маницей ездили в город продавать груши. Они привезли с базара кислые капусты, и Маница по рецепту Юры сварила на обед щи. Приятно удивленный, усаживался Степан за стол. Но его поджидало разочарование. Капуста совсем разварилась, а картошка залубенела. Наверное, Маница поневедение. Все разом бухнуло в кастрюлю. Подозревая ошибку, Маница спросила у Степана, похоже ли ее кушанье на русские щи. Чтобы не огорчать стрепуху, Степан сказал, что очень даже похоже, и попросил себе добавки. Отец и мать Юры переглянулись и пожалели Степана за то, что его всю жизнь кормили таким малосъедобным блюдом. Степан выдержал неделю праздной жизни, и в разговоре с Юрой закинул удочку, не пора ли уже им устраиваться на работу. Тот не на шутку обиделся. То ли сам по себе, то ли все из древних этих законов гостеприимства. Разве тебе плохо у нас? Живи, присматривайся, успеешь еще наработаться. Юра уже щеголял в гражданском костюме. И казался в нем еще моложе. Степан часто встречал его с тоненькой, самолюбивой девушкой, фотографию которой видел у Юры еще на фронте. Старики втихомолку готовились к свадьбе. Как-то раз, выходя под вечер со двора, Степан увидел отца Юры. Тот стоял у поваленной изгороди и тесал кол. Степан подошел вплотную, молча протянул руку за топором. Старик послушно отдал топор, отступил на шаг. Степан снял пояс, аккуратно скатал его, потом расстегнул ворот гимнастерки, с наслаждением поплевал на широкие, очистившиеся от мозолей ладони и взялся за первый кол. Юрин отец стоял рядом, придирчиво смотрел Степану под руки. Ничего не скажешь, топор у русского плотника ложился точно, не проскальзывал и не врубался вглубь кола. Затем за тес выходил гладкий, без заусенец, и грани получались ровные. Забивать такой кол в землю не труд, а одно удовольствие. Степан поставил упавшую изгородь и, разохотившись, подновил ее в нескольких местах, где старик до весны не думал трогать. Потом прибил недостающие перекладины к садовой лестнице и, прежде чем вернуть топор хозяину, долго высматривал вокруг, чтобы еще такое сделать. Да уж больше не видно было во дворе никакой работы. «Слышь, папаша!» Понизив голос, попросил Степан, «возьми меня завтра с собой на работу!» «Ну что тебе стоит?» Старик покачал головой. «Нельзя!» Подумал и добавил. «Невозможно!» «Но почему?» Юра не велел. Сказал отдыхать. «Опять двадцать пять! Стыдно, папаша!» Обиженным голосом проговорил Степан, пускаясь на хитрость. «Обещал умереть за меня, если нападут! А сам такого пустяка сделать не хочешь? Хоть на один день возьми, а!» Старик смутился, быстро оглядевшись по сторонам, шепнул заговорчески, «Выходи завтра во двор рано утром, совсем рано, чтоб Юра спал!» «Не сомневайся, папаша не подведутся!» – заверил старика Степан. Маниться с отцом тюковали под навесом табак, а Степан работал в саду. Смешливые девчата срывали с деревьев мандарины и хурму, а он с парнями носил корзины на весы. Ему хотелось настоящей, трудной работы – пахать, молотить, ворочать бревна, корчевать пни, а вместо этого пришлось возиться с фруктами. Вдобавок, по просьбе Юриного отца или по своему почину, девчата все время норовили подсунуть Степану маленькие, легкие корзинки. Он по-хорошему просил их не позорить и пробовал стыдить, но они делали вид, что ничего не понимают и только смеялись. Больше всего донимала Степана проказливая девчушка Шазина. Она бросала в его корзину десяток мандаринов и требовала, чтобы он нес их на склад, уверяя, что мандарины эти особого сорта и смешивать их с другими никак нельзя. Степан отыскал Юриного отца и попросил его помощи. Старик сходил в сад, усовестил не в меру расшалившихся девчушек, и те угомонились. Одна лишь Шазина никак не хотела оставить Степана в покое. Теперь она насыпала в корзину так много мандаринов, что они падали на ходу. И Степану то и дело приходилось останавливаться и подбирать их земли. «Ах ты, ягоза!» – сказал он и погрозил пальцем. Шазина попыталась узнать у подруг, что такое ягоза, но ничего путного не добилась и на всякий случай виновата притихла. Кажется, она была из тех людей, кто больше всего на свете боится неведомого. В полдень к Степану подошел сильно усатый бригадир и спросил, как его фамилия. «Трудодни», – пояснил. «Какие еще трудодни», – заспорил было Степан. «Я просто так для собственного удовольствия работаю». «Тебе удовольствие, а у меня учет», – непреклонно сказал бригадир, вызнал у Степана его фамилию и диковинными буквами записал ее в табель. И своя собственная, привычная с детства фамилия сразу стала незнакомой и чужой. По внешнему виду она ничем теперь не отличалась в табеле от других фамилий и выглядела такой абхазской, что Степан на миг даже почувствовал себя уроженцем этого теплого края. «Вот ты и на!» – с веселым изумлением подумал он и сам же первый подивился своему простодушию. После обеда окапывали деревья. Степан теперь совсем не зависел от произвола шазины с подругами и решил постоять за себя. Да, и работа эта была ему попривычнее. К вечеру все тело Степана налилось давно уже не испытанной гудящей усталостью, какая бывает только после долгого дня полевой работы. И проклюнулось приятное, малость даже гордое чувство, что день прожит не напрасно. Впервые за последние две недели ему не стыдно было за ужином смотреть в глаза родителям Юры и есть их хлеб. На свадьбе Юры было так шумно, что Степан никак не мог понять, весело ему или нет. Кричали и смеялись гости, музыканты рьяно играли на непонятных голосистых инструментах. Много знакомых лиц увидел Степан за свадебным столом. Были тут и проказливая шазина, которая так и не узнала, что такое ягоза. И все еще остерегалась задирать Степана. И самолюбивый Махаз, и приятель Махаза, тот самый, что любил покритиковать начальство. А Тамадой был усатый бригадир. Возле Степана сидел туляк. Юра и пригласил его ради Степана, чтобы тому было с кем перекинуться словом на родном языке. Болтливый туляк был из тех людей, которые любят поучать других. И сами не замечают, как на каждом шагу хвастаются собой и своими успехами в жизни. До войны он работал токарем в Туле. А сейчас заготовителем фруктов и овощей в местной торговой организации. «Пускай железо другие погрызут, а мы с тобой будем лимоны обтачивать», — сказал он и доверительно толкнул Степана в бок. «Работенку еще не подыскал себе? Гляди, не проворонь, а то останешься на бабах. Нашего брата много сюда понаехало. Все теплые места расхватают». Тамада знал свое дело в совершенстве. Ни одной минуты не давал побыть стакану пустым. Недвижимыми, захмелевшими глазами смотрел Степан на счастливых молодых и вспоминал свою свадьбу. Как просто и задушевно играл на далекой, то есть свадьбе, ольховский гармонист Яша. Степан с Туликом вышли из жаркой комнаты на веранду. Заготовитель закурил дорогую папиросу, протянул портсигар Степану. «Тяни, мои лучше. Я к своему табаку привык», — отказался Степан, сворачивая цигарку. Шел дождь, остро пахло осенним садом. «Теплынь-то какая!» — восхитился Туляк. «А у нас сейчас морозяка, градусов на двадцать, даже не верится. Что ни говори, а мозговито мы с тобой надумали сюда махнуть. Не шибко теперь развернешься в тех местах, где война побывала. Годков через пять подремонтируются землячки, залатают военные дыры. Можно будет и нам подаваться в родные Палестины. А то и здесь навечно обоснуемся. Места тут курортные, люди гостеприимные, вина опять-таки вдоволь. Вот и найду себе вдовушку помоложе с домишком, кровенкой. Да и пущу тут корешки». Заготовитель перегнулся через перила веранды, сорвал мандарин с ближнего дерева, очистил кожуру и, брызгая ароматным соком, стал есть как яблоко, не разламывая на дольки. Подумал вслух. «Что там старуха моя сейчас поделывает?» «Мать». «Нет, жена довоенная. Знаю, в сорок первом эвакуировалась она в Сибирь, там след и затерялся. Да я не очень-то и разыскивал. В молодости она еще ничего была. А теперь на уценку повернула. Там такая пересортица». «Что ж, и дети у вас были?» Глухо спросил Степан. «Обошлось без них». «Да ты что?» Он поежился под тяжелым невидящим взглядом Степана и тут же догадался. «А, своих припомнил. Мне жених что-то говорил. Ну, я же не виноватый». Он пригнул к себе ветку и стал выбирать мандарин пожелтей. Степана не так поразили слова заготовителя о земляках и своей жене, как то, что он не постыдился все это сказать ему. Или не видит в этом ничего зазорного. Или считает и Степана таким же, расприкатил тот сюда, в теплые края. И особенно дико было узнать, что рядом с ним живет человек, который даже на войне собирается погреть нечистые свои руки. Всеобщую беду обратить себе на пользу и урвать кусок послащи. Паспортизацию местного населения еще не провел, как ни в чем не бывало, спросил Туляк. «О чем ты?» Не понял Степан. «Все о том же. Не подыскал еще себе бабенку». Степан сердито мотнул головой. «Ой ли!» Усомнился Туляк. «Что-то сестра жениха на тебя за столом все поглядывала. Учти, у меня на такие дела глаз острый. Что ж, бабец она в норме, не переспелый. Ведь бабы как овощи и продукт сезонный». Глядя на спокойное, навсегда довольное собой и своим остроумием лицо заготовителя, Степан отчетливо представил, как перекосится оно от боли и потеряет сразу все свое сытое благополучие, если ударить по нему изо всей силы. Пальцы сами собой сомкнулись в кулак. Почуяв недоброе, Туляк проворно отшатнулся и заспешил в комнату. Степан подивился, что со спины Туляк решительно ничем не отличается от других людей. Спина как спина, хоть сейчас и малость испуганная. Встретишь такого и не сразу разберешься, что он за человек. А еще токарь, только рабочий класс позорит. Сколько настоящих людей полегло на войне. А такой вот паршивец уцелел. Степан поднялся на крыльцо строительной конторы, отдернул гимнастерку. Стоявший на крыльце, рослый парень в шинели навскидку выплюнул изо рта окурок и сказал дружелюбно, «Зря стараешься, браток, непыльной работенки здесь нету». Степан рывком открыл набухшую дверь, сколоченную из сырых досок. Строители. Начальник строительных кадров, еще не старый человек болезненного вида, сидел, откинувшись на спинку стула и смотрел в окно. Большие роговые очки беззаботно лежали на кипе бумаг, нацелившись на Степана пустыми стеклами. «Ну и бюрократище!» – решил Степан. В углу машинистка бойко печатала на машинке, в соседней комнате зычный командный голос распекал кого-то по телефону. От влажных полов пахло керосином, и Степан вдруг оробел. Переминая с ноги на ногу, он сказал чужим трудным голосом, «Пришел вот узнать насчет работы». «Завхоз у нас уже есть. В кладовщиках тоже не нуждаемся», – проговорил начальник кадров, не отрываясь от окна. Степан не сразу понял, что говорят с ним. «При чем здесь завхоз?» «Я по объявлению. Плотник я». Начальник живо повернулся к Степану всем телом, проворно нацепил очки. «Плотник?» – удивился он и спросил, все еще не веря. «Топором? Не шилом же!» Начальник виновата улыбнулся. «Не сердись, друг, к нам все больше насчет завхозов и кладовщиков стучаться». Вот я и подумал. Он смущенно развел руками, и Степан увидел, что начальник вовсе не бюрократ, а хороший человек, которого сильно допекли пройдохи, вроде тулика, шныряющие вокруг в поисках теплого местечка. Вышестоящий начальце наверняка ругает его за нехватку рабочих. Недаром же он все кипарисы на побережье обклеил своими объявлениями, о найме землекопов, плотников и каменщиков. Начальник строительных кадров понял, что Степан его разгадал и строго наступился, чтобы не допустить понебраться. Не глядя, он сунул руку в нижний ящик стола и выложил перед Степаном два леска по учету кадров и один бережливо выкроенный чистый лист бумаги. «Напишите заявление, заполните анкету чернилами», – отрывисто сказал начальник, давая Степану понять, что предварительное знакомство кончено и начинается служебный разговор. Он предложил Степану сесть, но свободного стула в комнате не оказалось. Тогда начальник вскочил сам и, шагая вдоль стола, привычной скороговоркой, познакомил Степана с условиями работы. Степан узнал, на какой средний заработок он может рассчитывать, сколько будет получать хлеба, сахара и других продуктов. Если он семейный, то сможет претендовать на отдельную комнату и получит ее, но не сразу. А если холостой, так ему хоть сегодня выдадут койку в приличном общежитии. Степану показалось, что начальник строительных кадров давно уже никому не говорил об условиях работы в своей конторе и теперь сам рад случаю повторить вслух, завидные эти условия. «С такой специальностью нигде не пропадешь», – подумал Степан. Но радости почему-то не было. Словно в глубине души он даже недоволен был, что так легко и просто нашел работу, и кажется неплохою. Степан сам себя не понимал сейчас. Уж не ожидал ли он, что работы, подходящей для него, тут не найдется, или с жильем застопорит? «А это еще зачем? Или враг он себе? Тебе черту никогда не угодишь!» С неожиданной злостью обругал он себя. Степан тщательно свернул бумаги в трубку, подровнял торцы и сказал «Я дома заявление напишу, а то у вас тут и сесть негде. Завтра принесу». «Будем ждать», – ответствовал начальник, снял очки и, усомнившись в Степане, добавил ядовито «Не позабудьте к нам дорогу». А когда Степан вышел, начальник строительных кадров долго еще пристально смотрел на дверь, словно выпытывал у нее, придет завтра плотник или нет. Спешить Степану было некуда. И в селение Юры он направился кружным путем, по полотну железной дороги. Ночью был ливень, и сейчас от мокрых шпал и подсыхающей щебенки балласта поднимался пар, и вся дорога дымилась, как бесконечный тлеющий труд. Его наново вдруг удивило, как нескладно все выходит. Вот и рады ему тут все, и никто его отсюда не гонит, и на работу его охотно берут. Хорошо тут у теплого моря, лучше не бывает, а все вроде нету ему здесь места. И как там ни крути, а выходит, будто обманывает он здесь сам себя. И хоть не по злому умыслу, как пройдоха туляк, а по неведению он тоже, но тоже искал он тут, на благодатном этом берегу, окольную тропку в жизнь, в обход нелегкой своей судьбы. Без прежней боли вся целиком стала вдруг перед Степаном родная льховка. Такой, как он увидел он ее в последний раз с братской могилой в овраге и бабами-плотниками, вокруг первого венца бревен, с прыткими мышастыми конятами неугомонного Савелия Иванова и белобрысой девочкой со строгими неумолимыми глазами. Хватит ему бестолку испытывать свою судьбу и воевать здесь с самим собой. Так и вся сила его перегорит в пустую. И ему самому не с руки такая жизнь, да и время сейчас не такое. Степан медленно, с наслаждением разорвал на мелкие клочья листки, взятые в конторе, словно одни лишь они и держали его здесь, бросил клочки в родник. Глубинная кипенная струя подхватила кусочки бумаги, закружила их и понесла по заросшему папоротникам косогору. Степан проводил глазами последний клочок бумаги на полоску моря, осколком зеркала, блеснувшую в лесной просеке, он глянул уже как бы из окна вагона, безучастным взглядом пассажира. Если выехать на этой неделе, к Новому году можно поспеть в Ольховку. Со стороны станции раздался долгий, широко разнесенный горным эхом гудок паровоза. Призывный и требовательный. Это отрывки из рассказа «Теплый берег» из книги «Девчата». Повесть и рассказы. Автор Борис Васильевич Бедный. Вы его видите на фотографии. И ссылка на источник. Борис Бедный не является родственником Демьяну Бедному, так как Демьян Бедный – это псевдоним Ефима Придворова. Бориса Бедного спрашивали «Сын Демьяна» объяснял громко с экспрессией «Он Придворов, а мы бедные». Борис Бедный – автор книги, а затем и сценария знаменитого советского фильма «Девчата». То есть это он написал эту книгу и сценарий для этого фильма. Книга «Девчата» была переведена на 15 языков. Летом 1941-го в жестоких боях под Воронежем Борис Бедный, командуя стрелковым взводом, попал в окружение, а потом в плен. А затем был увезен в Германию в лагерь на тяжелейшие работы. Он прошел изощренный ад, не потеряв и не уронив себя. Это очевидно. Уже в октябре 1945-го он был демобилизован в своем же офицерском звании – младшего лейтенанта запаса. И вскоре приступил к работе по специальности. Друзья просили его написать о днях в плену, он обещал, но так и не притронулся к этой теме. Умер он в 60 лет, скоропостижно, в очередной семинарский вторник, собираясь на занятия в литературный институт. Бориса Васильевича ждали руководители кафедр творчества, студенты, не привыкшие к его опозданиям. А его уже не было на свете. Рассказ здесь не полностью. Пропущены зарождавшиеся отношения с Маницей, но так и не получившие продолжения, а также описания чувств Степана к погибшей жене Катерине. Таких чувств, описания которых в наше время уже и не встретишь. Ни в литературе, ни на экране, ни в жизни. Полностью рассказ по ссылке на источник. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин, канал ГПРСКАЗ, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я отдам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.